Магнитогорский металлургический комбинат Нам всегда есть о чем с вами поговорить, друзья Да, мы сегодня будем говорить о детях, точнее об опасностях, которым наши дети могут подвергаться Вчера наш город облетела новость, в магнитке орудует мошенница, жертвами обмана становятся школьники Только за минувший понедельник женщина обманула двух десятилетних девочек Сейчас послушаем суть произошедшего, а пока набирайте наш номер 24 55 11 И рассказывайте, о чем предупреждены ваши дети На какие темы вы особенно часто с ними беседуете, на чем делаете акцент Вот давайте сейчас послушаем представителя УВД и продолжим К одной из девочек женщина подошла на пешеходном переходе Задала простой вопрос, почему девочка не переходит И получив правильный ответ, что нужно пропустить автомобиль В дальнейшем уже женщина завела разговор о том, где девочка учится И пошла вместе с ней домой То есть придя домой, мошенница объяснила, что она знакомая родителей И предложила ребенку поиграть в игру В дальнейшем в ходе игры она уже увидела, где находятся денежные средства Где находятся украшения золотые родителей И, конечно, дала задание ребенку сходить на кухню Когда девочка вернулась, мошенница объяснила, что ей пора уже уходить Но, соответственно, в дальнейшем, когда вернулись родители, не обнаружили ни денежных средств, ни золотых украшений. Вторую девочку мошенница встретила прямо у подъезда. Точно так же она представилась знакомой родителям, пояснила ребенку, что родители готовят для нее подарок, и им нужны деньги. В дальнейшем уже девочка, так скажем, пояснила, где находятся денежные средства, и мошенница их похитила, также прихватив с собой золотые украшения. Вот так вот запросто, без каких-либо особенных затрат, нагло просто действуют мошенники. Не боятся ничего, ни того, что родители могут вернуться, мало ли ребенку может ошибиться в информации, ни бдительных соседей, которые могут лишний раз поинтересоваться, куда это с незнакомым человеком идет ребенок. Просто в наглую заходят в квартиру и, собственно говоря, выносят все, что хотят. Да, действительно так, поразительный цинизм. Произошло все это в Правобережном районе, это переулок советский, и Грязнова улица, то есть женщина шла и походе вот такими вещами занималась. Не исключено, что, естественно, такие точечные вещи могут повториться и в других районах. Следствие ведется, уже есть подозреваемые, но пока это вот вся информация, которую нам дали. Итак, о чем предупреждены ваши дети? Какие опасные ситуации? Вы с ними обговаривали. 24-55-11 наш телефон. Мы продолжим говорить об этом, о подготовке ребенка к нестандартным ситуациям. Вот первое в этом самое главное, не напугать и не перегнуть палку, друзья. Мы все хотим, конечно, чтобы наши дети росли добрыми, отзывчивыми, но вот как распознать, когда действительно нужна помощь, допустим, пожилой женщине, или когда эта пожилая женщина представляет опасность? На наш взгляд, по-моему, это просто аксиома. Научить ребенка вообще не разговаривать с незнакомыми людьми, ни в коем случае, не вступать в контакт, беседы никакой не допускать. Потому что дети сами не замечают, как выдают все факты. Я вообще не поразительно. С одной стороны, вроде бы ребята должны быть осторожнее и внимательнее сейчас, в наше время, а доверчивых просто масса. Это очень профессиональные мошенники, хорошие психологи. Причем же, вот сотовый телефон, да, у каждого ребенка сейчас практически есть там с детсадовского возраста. Ну, позвони, узнай, если уж там вступил с кем-то в контакт, да. Настолько доверчиво, настолько вот это действительно какой-то контакт, такой тесный. И в экстремальных ситуациях телефоны экстренных служб и, конечно же, телефоны родителей ребенок должен выучить наизусть. Наизусть, вот это главное. Мало и что случится с телефоном, да, забыл, сел и так далее. Подойти всегда, есть возможность попросить себе позвонить, чтобы наизусть знал, или бумажка какая-то с телефоном. Вот нужно проговорить все возможные поводы для разговора. На помощь кому-то человек бросится, да, сладостью ли какой-то, в машине покататься. Все предложения нужно проговорить. И не забудьте вот про этот самый главный козырь, о том, о чем говорила сейчас Мария Маршакина, когда мошенники представляются знакомыми, папы, мамы, когда говорят, собственно, родители нас к вам послали, да. Только действительно прямая связь с родителем в этот момент может спасти вашего ребенка. И именно вот о помощи, о кого мы можем просить? Человек в форме полицейский, не знаю, охранник в супермаркете, или, как вариант, такой же взрослый, только с родителем, с коляской, кто больше всего доверие вызывает. Да, вот сейчас будет сюжет у нас, коллеги наши, Надежды Наексовой. Я просил бы всех родителей, если есть возможность, пригласить сейчас к экранам телевизоров детей, пусть они тоже посмотрят. И вот о чем надо предупреждать их и просто быть в курсе своим родителям. Давайте смотрим. Провожает в школу, забирает после учебы, ведет в секцию. Екатерина вовсе не растит маменькиного сыночка, а всего лишь печется о безопасности своего ребенка. Сама, когда езжу за рулем, вижу, как дети периодически перебегают через дорогу. Объясняю ребенку, что машины не всегда сразу могут остановиться, чтобы очень внимательно, что надо сначала посмотреть налево, потом направо. Еще одним поводом родительской тревоги стали анонимные сообщения предупреждения в социальных сетях о том, что у школьников якобы появилась новая забава. Подражая героям компьютерной игры GTA, они специально перебегают дорогу перед движущимися машинами. Однако дети, участники этих видео, большая часть из которых записи ДТП с видеорегистраторов, свою причастность к игре под названием «Беги или умри» отрицают. Самое главное, думайте о собственной безопасности. Не забывайте пристегивать ремень безопасности. И не забывайте, что дорогу можно переходить только по пешеходному переходу. О новом развлечении подростков знают и в ГИБДД. Сотрудники отдела пропаганды госавтоинспекции проводят с детьми разъяснительные беседы. В 47-й школе сегодня уроки ПДД идут параллельно. И в среднем звене, и в начальных классах. Страшную статистику 702 погибших несовершеннолетних в ДТП по всей стране за прошлый год инспектор переводит на детский язык. По числу это половина учащихся школы. В Магнитогорске в нынешнем году на дороге пострадали уже два ребенка. Первый случай произошел по вине водителя, который нарушил правила проезда нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на маму с ребенком. Второй случай произошел по вине ребенка, когда девочка переходила дорогу в неустановленном для перехода месте, получила травму головы. Большинство автомобилистов, угодивших подобные ДТП, говорят, не успели остановиться. Павел Янычев, инструктор на курсах повышения водительского мастерства, нам наглядно демонстрирует. На зимней дороге при минимальной скорости в 30 км в час тормозной путь составит целых 6 метров. При правильной технике торможения его можно сократить, но чем выше скорость, тем он все равно будет длиннее. О том, что за доли секунды водитель не остановится, дети, выскакивающие на дорогу за метр перед машиной, не думают. Психологи говорят, чувства страха, как и инстинкт самосохранения, у подростков несколько притуплены. Особенно, если они вовлекаются в игры подобные «беги» или «умри». В 15 лет кажется, что ты будешь жить вечно, всегда и это не изменится. То есть нет ощущения той опасности. Наоборот, хочется зайти дальше, чтобы впечатлить сверстников, то есть произвести какое-то впечатление. Вот это приоритет. Обращать внимание на любые изменения в поведении и привычках ребенка. Главный совет психолога родителям, чтобы они успели вовремя нажать на стоп. В опасной игре, становящейся реальностью. Каждый день можно задавать подростку вопросы, ряд вопросов. Они могут быть до смешного похожими, но это необходимо делать каждый день. Как прошел твой день? А что ты сегодня делал? А что делали твои друзья? Может быть, это будут односложные ответы. Нормально, нормально, все хорошо. Но через какое-то время он поймет, что не все равно. Его жизнь, по крайней мере, интересуется и раскроется. О чем предупреждены ваши дети? Это вопрос нашей сегодняшней программы. 24-55-11 наш телефон. Какие опасные ситуации? Вы обговариваете со своими детьми. Звоните, делитесь так, как это сделал Анатолий Григорьевич. Здравствуйте, Анатолий Григорьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий Григорьевич, о чем вам приходится предупреждать детей, внуков? Я не знаю, кто этому причиной или что? Ну, приходится предупреждать, чтобы оглядывались почаще на дороге. Вот у нас здесь тротуар есть. Дорогу чистили и завалили весь тротуар. Где вы проживаете? Мы проживаем здесь, в поселок Железнодорожников. Вот там есть блокпост у нас, тут тротуар сделали, а его каждую зиму засыпают. Я уже обращался и с центродепутатом, обещали через администрацию посодействовать. Вот уже 4-5 день снег прошел, и не могут почистить тротуар. А дети так и ходят по дороге в школу. То есть по проезжей части приходят? По проезжей части. Это ужасно, конечно. У нас, кстати, вот будет следующий эфир, как раз будет сюжет о том, где бы надо почистить и какие опасности подстерегают людей и детей, взрослых, кстати, на проезжей части. Игры, распространяемые в сети, не ограничиваются опасными шалостями на дороге. «Синий кит» или «Тихий дом», вот я узнал еще такая игра, в которую вовлекают детей, приводит она ни много ни мало к самоубийству ребенка, который согласился на участие в этой игре. Суть проста, в течение 50 дней участники получают от кураторов ежедневные задания. Провести целый день вне дома, ударить родителей. Заканчивается все совсем пугающе, нужно вырезать на теле кита. Вот как мы сейчас видели, да, фотография кровавая такая. Это символ добровольного ухода из жизни, там, встать в 4.20 утра. Ну и последнее задание – самоубийство. Да, это как раз на 50-й день. Даже если ребенок отказывается в какой-то момент выполнять эти задания, идет очень сильный прессинг, ему угрожают расправы родителей, близких и так далее. Вот действительно такое психологическое издевательство. И ребенок остается один на один вот с этим совсем, и ему приходится доводить все это дело до конца. Ужасные вещи мы сейчас говорим, конечно. И только вот в этот момент, вот в эти 50 дней, да, особенно, только одно может спасти ребенка. Вот это родительское внимание, когда человек понимает, что родители понимают, что что-то не так. Вот на чем нужно особенно сконцентрироваться, какой первый звоночек должен обязательно звучать в голове родителей, об этом мы поговорим обязательно после рекламы. Ольга Сергеевна, ну вот сразу, так сказать, с корабля на бал. Не успел я вас дослушать, времени у нас не хватило. Рассказывайте, о чем нужно предупреждать детей, если вы об этом хотели сказать. Я к тому предупреждать детей обо всем, что вам там предполагается, все надо. Предыдущий был звонок о переходе, неорганизованном для ребятишек, чтобы они вошли в школьные дворы. Так. Вот около 14-й школы, со стороны восточной части забора, награждающей школу, это вдоль центральной, сквозной дороги сквозь микрорайон, сделаны два входа. Один вход очень хорошо благоустроен, калиточка там была когда-то снесена, значит, дворник прочистил. А другой вход, значит, там он, ну, тоже благоустроен, но только с одной стороны, со стороны школы, а со стороны дороги от самого микрорайона, там ужасный скат, что дедушки, бабушки, которые ведут своих первоклассников в школу, вынуждены спускаться на пятой точке, чтобы перейти эту дорогу, так? Так вот сегодня, я возвращаюсь в среди дня, я не работаю сейчас, прохожу мимо этого неблагоустроенного, к тому, который благоустроен, и обнаружила, что это благоустроенный вход в заборе школьный, заварен решеткой. А 14-я школа где находится? 127-й микрорайон. Это в оптимальном микрорайоне для школы. То есть вы считаете, что это сделано специально кем? Работниками школы? Потому что он там, я не знаю, не должен быть? Да, специально. Но, правда, я разговаривала не с администрацией, но мне на посту дежурный ответил, это не наша инициатива, обращайтесь в мэрию. Давайте с этим разберемся. Ольга Сергеевна, только не сейчас, естественно, не во время эфира. Это странная ситуация, потому что тот вход, где на пятой точке надо, значит, его оставили, а тот, который где нормальным ходом можно заходить, его заварили. Ты знаешь, Ольга Ивановна у меня на связи, тоже хочет сказать про безопасность детей. Ольга Ивановна, вот о чем вы предупредили уже своих внуков? Что они хорошо уже запомнили? О том, что дорогу нужно переходить либо по сигналу светофора, либо по пешеходному переходу, сохраняя, так скажем, спокойствие. Так, это важно. Что нужно смотреть в соответствующие стороны и ни в коем случае не перебегать дорогу перед близко идущим транспортом, вообще перед транспортом, чтобы никогда и никому ни под какими предлогами не открывали дверь, если в доме нет взрослых. Вот это важно. Никому, никогда. Не надо открывать. Ничего тебя там не ждет. Все, кто хотят войти безопасно, у них ключи есть. Это правильно. Ольга Ивановна, вы с чем-то еще дозвонились? Да, я очень хочу поблагодарить всех сотрудников Магнитогорского Времечка за помощь с нашим лифтом. Андрея, Надежда Наяксову, ребята, спасибо вам огромное и огромное. Мы живем и радуемся. Дай вам Бог здоровья. Ой, какая вы молодая, что дозвонились. Спасибо вам за благодарность. Надеемся, так будет работать там лифт и дальше, без таких перерывов на выходные, как это случалось. Да, и дозвонитесь, Ольга Ивановна, у вас хорошо получается, нам всегда приятно слышать вас в прямом эфире. Друзья, продолжим нашу тему. Существует вообще, собственно, один очень действенный способ уберечь ребенка от опасных игр, о котором мы сейчас смотрим сюжет, от групп смерти, о которых говорил Андрей, наблюдать за своими детьми, говорить с ними, быть в курсе их жизни, спрашивать постоянно, да, о том, чем они занимаются и как у них дела. Вот эти ранние подъемы, это обязательно условия вот этой игры, группы смерти, да, 4-20. Агрессивное поведение, скрытость, это нехорошие знаки. Не думайте, что, знаете, это пронесет. Просматривайте телефон. Все пароли от социальных сетей, от страничек, тоже знайте. Пусть это будет ненавязчиво, не агрессивно с вашей стороны, пусть это будет сделано с любовью, но вы будете в курсе. И вот этот момент самый страшный, вы не пропустите, это важно. Ты знаешь, Лариса, я еще хотел сказать, ну, у меня двое детей, как бы, да, одна уже взрослая совсем, а другой тоже уже почти. Потому что 12 лет человеку, да, и когда я вообще только руки протягиваю к телефону, говорю, пап, ты что вообще собираешься делать? Вот что делать. Ты вообще, что такое? Ну, что делать в этой ситуации? Понимаешь? Вот вроде бы правильно, мы должны быть в курсе. И как хорошо было бы, если бы сейчас дети посмотрели, вместе с родителями, сказали, а, да, надо папе с мамой давать, смотреть. Ну, сейчас, понимаешь, гаджеты, возможности разные, чтобы одновременно вести. Понимаешь, можно это сделать, все равно надо быть в курсе. Да. Очень жаль, иногда бывают ситуации, они нередки, к сожалению, когда опасность для детей исходит от их родителей. Лена Тимофеева побывала в рейде по неблагополучным семьям. Фразу «Откройте, полиция» будет рад услышать далеко не каждый. Сегодня в поле зрения представители власти – семьи, где воспитываются несовершеннолетние. У Елены Александровны три маленькие дочери. Самой младшей нет еще и года. Но это не помешало женщине два месяца назад стать участницей пьяной ссоры. В поле зрения полиции она попала в тот момент, когда она вместе со своей соседкой по коммунальной квартире злоупотребляли спиртными напитками. В результате чего были вызваны сотрудники полиции. Многодетная мать не на шутку напугана. С тех пор, как ее поставили на профилактический учет, инспекторы наведываются сюда регулярно. Смотрят, в каких условиях содержатся дети. Мясо ваше, да, размораживаете? Да, на вечер. Уже вторая проверка полиции показывает, женщина встала на путь исправления. Хотя растить одной троих детей ей и непросто. Полиции, ну, мужа у нас есть. Папа нету, элементов мы не получаем. Сегодня статус неблагополучный в Ленинском районе носит 39 семей. В условиях далеких от идеальных воспитывается 71 ребенок. Родители злоупотребляют спиртным, наркотиками, порой уделяют больше внимания домашним животным, нежели детям. Данные семьи у нас посещаются ежемесячно. Некоторые семьи, естественно, конечно, встают на путь исправления. Некоторые требуют дополнительного контроля и не всегда, к сожалению, они встают на путь исправления. Самое страшное, что угрожает неблагополучной семье, растущие в ней дети будут помещены в госучреждения. С начала февраля только по Ленинскому району в центры реабилитации уже попали трое нестаршеннолетних. Шестилетняя дочь Анны Анатольевны в их числе. Еда приготовлена есть у вас? Да. Оказывайте. Молодцы, вы что раньше так не сделали? Не знаю. Зачем довели такую ситуацию? Эта семья на учете у инспекторов стояла давно. Главная претензия – в квартире, где рос ребенок, царила постоянная антисанитария. В одну из проверок обнаружились и другие нарушения. В определенный день пришли сотрудники полиции. Застали женщину в алкогольном опьянении вместе с подругой. В квартире находился посторонний мужчина также в алкогольном опьянении. Не было ни продуктов питания, ни постельного белья. Была полная антисанитария, накурена, разбросаны бутылки. Чистота в квартире поражает инспекторов. Мать, оставшаяся без дочери, всеми силами старается заслужить доверие. Я с ума без нее схожу. Сколько времени уже без нее? Две недели. Навещаете? Да, навещаю. Но сейчас карантин, каждый день звоню. Я все осознала свою ошибку, хочу вернуть ее обратно. Единственная претензия, которая есть сегодня к Анне Анатольевне, она до сих пор не устроилась на работу. Как только и эта проблема решится, комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит вопрос о возврате ей ребенка. Но еще долго данная семья в списках инспекторов будет значиться как неблагополучная. О чем предупреждены ваши дети 24-55-11. Очень хорошо, что вы дозваниваетесь. И Алена у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Алена, ну расскажите то, что вы рассказали мне. Как вы провели работу профилактическую со своими детями? У меня два сына, старшему 12 лет и недели полтора в том, что есть игра «Беги или умри». Мы проводили беседу. Сын смотрел этот ролик, казахстанский канал. И он как бы понял. И вот мы провели беседу. Он говорит, что, конечно, это нелепо. А буквально вчера мы провели беседу с ним по поводу «Синий кит», «Стани 4.20». Мы посмотрели все группы у него. Алена, скажите, пожалуйста, вот инициатива провести беседу такая, она исходила все-таки от ваших сыновей? Вот потому что они с вами делятся постоянно тем, что они увидели? Ну, первых, сотовые телефоны всегда в открытом доступе. У нас нет такого. Я знаю все пароли, они знают там мои соцсети, как бы это. Но они не лазают, но я всегда могу иметь доступ к их страницам. У нас нет, как бы, запрета. «Мама, убери руки, не трогай телефон». А вообще, это в школе было собрание, был директор, педагог, психолог, и вот они задели тревогу. Вот это очень правильно. Вот это превентивная мера очень права. по всем фронтам, когда проявляют заботу о подрастающих наших любимых детях, это, конечно, здорово. Но и в благополучных семьях, безусловно, все-таки, где существует доверие, там вот такие профилактические беседы могут тут в этой ситуации хотя бы ребенка никто не удивит. Спасибо большое вам за звонок. Понимаешь? То есть никто не скажет, что это новое, не заинтересует его старший товарищ, или какая-то смс, которая пришла вдруг. А он уже знает. Предупрежден, значит, вооружен. Это действительно... Ты знаешь, у меня звонок сорвался. Лариса Геннадьевна звонила, она водит своего ребенка в садик, но постоянно наблюдает такую картину. Школа номер 31, это левый берег Рубинштейна-Фрунзе. Там вот ситуация, я не знаю, что происходит со школами, надо проверять все эти звонки. Но 31-й школу обнесли забором. И теперь вдоль народного суда вереница у школьников идет по проезжей части точно такая же проблема, как у нас звонила. И Ольга Ивановна, и до этого еще люди. Ты понимаешь, вот такая... Я говорю, из-за снега. Она говорит, нет, потому что там забор. И, кстати говоря, мне очень часто напоминают режиссера, такая же проблема, тоже забор обнесли поликлинику детскую, по-моему, на площади мира. И сейчас там не высадится нигде, собственно, приходится прямо это делать тоже на проезжей части и тоже идти вдоль забора. Забор это очень хорошо. Это вообще благоустройство. Но если были какие-то ходы, я хочу сказать, да, удобные, натоптанные уже, да пускай они будут. Я не думаю, что это будет... Было безопаснее. Вы понимаете, в чем дело? Проезжая часть вообще не место, где нужно ходить. Друзья, ну это что касается вот звонков. Везде разберемся. Лариса Геннадьевна есть. Она оставила свой телефон. Интересную я нашла, знаешь, такой кусок из книги Людмилы Петрановской. Это известный психолог, детский. Она говорит о том, что вот о чем бы вы не предупреждали своего ребенка, не пугайте его своей реакцией. Вот знаете, есть люди, которые говорят, вот лишь бы там вот из дома ничего не унесли, вот лишь бы там осталось. Вот что она говорит об этом? Главное, чтобы все остались живы и здоровы, говорит Людмила Петрановская. Все остальное можно решить потом. Если будут испорчены вещи, мебель, можно будет купить новые. Если кто-то подумает, что ты трус или ябед, она обращается к ребенку, да, у него будет время понять, что он не прав. Если друзья окажутся не очень подходящими, можно будет найти других. И только живых людей ничем не заменишь. И здоровье уже тоже никогда не вернешь. Помни об этом, когда будешь принимать решения в сложных ситуациях. Друзья, помните о том, что телефон у нас редукционный 31, 28, 26. Сейчас он работает в режиме автоответчика. Если мы у кого-то не смогли, не успели записать телефон, контакты, которые истории касались, то, о чем сказала Лариса, сейчас напомнила. В обязательном порядке это нужно сделать, позвонить нам, сообщить свои данные. Верьте в своих детей, берегите их, все в ваших руках. До свидания, друзья. До свидания. Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило бы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали спасибо. Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. Спонсор программы Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорского металла Редактор субтитров А.Семкин